В Тверской области продолжается выдвижение кандидатов на предварительное голосование Единой России. По состоянию на четверг, 15 апреля, подано 30 заявок, сообщает информационный центр регионального оргкомитета партии Единой России по проведению предварительного голосования. О ходе подготовки к праймерис журналистам рассказал председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев. Вот уже две недели в Тверской области продолжается выдвижение кандидатов на праймерис или, говоря проще, предварительное голосование Единой России. Свои документы передали в РИО заместителя секретаря Генсовета Единой России Владимир Васильев, председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев, депутаты областного парламента Александр Клиновский, Артур Бабушкин, Константин Буевич, Руслан Лебедев, а также депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев. В четверг, 15 апреля, к этому списку присоединился депутат Тверской городской думы Дмитрий Гуменюк. Единой России — это единственное политическое объединение, которое такой формат мероприятия проводит. То есть это, а, внутрепартийный конкурентный отбор, честный, открытый. И для меня это, в первую очередь, еще такая репетиция, общение с электоратом, понять, вообще сверить часы, понять потребности людей. Поэтому я очень позитивно оцениваю этот сам процесс и настроен по-боевому к первому этапу электорального процесса. На сегодняшний день, рассказал журналистам председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев, в региональный оргкомитет подано 30 заявок. Зарегистрировано 25 человек. Среди подавших заявки есть действующие депутаты и новые лица, члены партии или ее сторонники беспартийные. Мы предполагаем, что при текущих темпах, к окончанию срока приема, мы ориентируемся на цифру где-то человек 120. Вот так по нашим расчетам должно быть. Но если учесть, что я говорю про два округа Государственную Думу и про 20 округов Законодательное Собрание, то сами можете рассчитать, что мы думаем, что конкурс будет, так сказать, 5-6 человек. Это точно. Как отметил спикер регионального парламента, среди нововведений нынешнего предварительного голосования возможность отдать свой голос онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Госуслуг и подтвердить свой аккаунт. При этом можно будет проголосовать и в традиционной форме на избирательном участке 30 мая с 8 утра до 20 часов вечера. Найти свой участок можно на сайте pg.er.ru. Напомним, что выдвижение кандидатов на предварительное голосование продлится до 29 апреля 2021 года включительно. Каждым из участников данной процедуры будет необходимо снять и опубликовать два видеоролика с информацией о себе и о своей программе.